Хонда WF-750F Поэтому у WF-750F уже стояла новая и лишенная ранних недостатков V-образная четверка объемом 748 кубических сантиметров с надежным приводом системы ГРМ в виде шестерен. Она выдавала 105 лошадиных сил и 74 ньютон-метра крутящего момента. Японские версии имели 77 лошадиных сил и 64 ньютон-метра. От нуля до сотни мотоцикла разгонялся за 4 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Снаряженная масса 222 кг. БАХ вмещал 20 литров топлива. В этом же году была представлена спортивная модель Хонда WF-400R NC21 которая также сменила собой младшую модель Хонда WF-400F. Мотоцикл имел 399 кубовую V-образную четверку с коленвалом 270 градусов и шестеренчатым приводом ГРМ, которая выдавала 59 лошадиных сил и 36 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от нуля до сотни занимает 4 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. В снаряженном состоянии WF-400 весит 182 кг. БАХ вмещает 16 литров топлива. Также параллельно продавалась и Naked версия с круглой фарой Хонда WF-400К. Однако уже в 97 году выходит следующее поколение NC24, которое получило характерный в будущем для всей линейки консольный задний маятник, а также и иную выхлопную систему. В 1987 году был выпущен гражданский спортбайк ограниченной серии Хонда WF-750R RC30 в целях омалогации для чемпионата мира по супербайку. Несмотря на то, что внешний двигатель был такой же, как и на WF-750F, его внутренняя составляющая была вдохновлена гонками и не имела ничего общего с дорожной моделью. Благодаря этому 748-кубовый двигатель выдавал уже 112 лошадиных сил и 70 ньютон-метров крутящего момента. Позже мощность была увеличена до 118 лошадиных сил. От нуля до сотни спортбайк разгонялся чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость 250 км в час. В боевом состоянии WF-750R весит 208 кг. Баг вмещает 18 литров топлива. Всего было выпущено 3000 штук. В 89-м году выходит третье поколение Honda WF-400R NC30. Новая версия вновь вернулась к коленвалу 360 градусов. Получила новый выхлоп, более короткую колесную базу, увеличенные клапана, проскальзывающее сцепление и более производительную систему охлаждения. Главное внешнее отличие это вместо одной две круглые фары. Таааа. Продолжение следует... В 90-м году было представлено второе поколение Хонда WF-R750F, версия RC36. Модель получает новый внешний вид с двумя фарами, новую раму, консольный маятник, значительно переработанный двигатель, другие колеса и подвески. Максимальная мощность снижается до 100 л.с. и 73 Нм крутящего момента. А снаряженная масса увеличивается до 240 кг. В 94-м году в качестве преемника спортбайка Хонда WF-R750R RC30, выпускаемого с 1987 по 1990 год, выходит новая гражданская амалогированная версия гоночного мотоцикла, модель Хонда WF-R750RC45. Мотоцикл получил новую внешность и обновленный двигатель, который стал выдавать 120 л.с. и 76 Нм крутящего момента. Японские версии выдавали 77 л.с. и 57 Нм. В снаряженном состоянии RVF-R750 весит 211 кг. Бак вмещает 18 л топлива. Разгон до 100 занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Всего было выпущено 500 штук для японского рынка и 550 штук на экспорт. Максимальная скорость 250 км в час. Параллельно RVF-750 была предложена внутрияпонская модификация Хонда RVF-400R, которая была во многом похожа на RC45, но отличалась двигателем уменьшенного объема, формой передних фар и в целом более простым оснащением. Она сменила собой модель WF-R400R NC30 и отличалась от ее не только дизайном, но и получила новые настройки двигателя и коробки передач. Плоскодроссельные карбюраторы и вилку перевернутого типа. Из-за японского законодательства мощность двигателя снижается до 53 л.с. и 36 ньютонметров крутящего момента. В этом же 1994 году Хонда VFR 750F RC36 подвергается небольшому рестайлингу, а потому кодовое обозначение остается прежним. Меняется дизайн пластика, емкость топливного бака увеличивается с 19 до 21 литра. Модель получает новые плоскодроссельные карбюраторы, новый выхлоп и более легкие колеса. Подвески получают регулировки. Масса мотоцикла снижается до 237 кг. В 98 году на смену VFR 750F RC36 пришла модель спорттуриста Хонда VFR 800F RC46 Interceptor. Объем V-образной четверки увеличивается до 782 кубических сантиметров. Мощность теперь составляет 106 л.с. и 75 ньютонметров крутящего момента. Японские версии выдают всего 80 л.с. и 69 ньютонметров. Мотоцикл получил новую алюминиевую раму. При сниженной массе в 234 кг, VFR 800F от 0 до 100 разгоняется около 3,5 секунд. Максимальная скорость 230 км в час. Бак вмещает 21 литр. В 2002 году Хонда VFR 800F получает новый внешний вид, новую приборную панель с ЖК-дисплеем, ABS в качестве опции, новую ГБЦ с цепным приводом вместо шестерен и системы FTEC, которая включалась с 6800 оборотов в минуту. А также новое поколение системы впрыска и новое поколение комбинированной тормозной системы. Появился иммобилайзер. Емкость топливного бака повышается с 21 до 22 литров. Меняются передаточные соотношения коробки передач. Сниженная масса возрастает до 244 кг. Сниженная масса возрастает до 244 кг. В 2010 году на рынках появилась флагманская версия спорт-туриста Хонда VFR 1200F. Мотоцикл имел специально разработанный 4-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1237 кубических сантиметров, который выдавал 173 л.с. и 129 Нм крутящего момента. А угол развала цилиндров здесь непривычный 90, а 76 градусов. При снаряженной массе в 268 кг до 100 VFR 1200F разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Также предлагалась и версия с автоматической коробкой передач DCT. Мотоцикл практически без изменений был снят с производства в 2016 году. В 2011 году на базе Хонда VFR 800F в продаже появилась новая модель – Хонда VFR 800X CrossRunner, которая была рассчитана не только на асфальт, но и на легкое бездорожье. Здесь V4 выдавал 102 л.с. и 74 Нм крутящего момента. Он разгонял 238-килограммовый тур эндуро до 100 км в час за 4 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Бак вмещал 21,4 литров топлива. В 2012 году была представлена и старшая версия туристического эндуро Хонда VFR 1200X CrossTourer, построенная, естественно, на базе Хонда VFR 1200F. Здесь 1237-кубовая V-образная четверка выдает 129 л.с. и 126 Нм крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 277 кг, с 10 все 287. Бак вмещает 21,5 литров топлива. Разгон до 100 занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Хонда VFR 1200X CrossTourer практически без изменений покинул конвейер в 2018 году. Максимальная скорость 220 км в час. В 2014 году выходит следующее поколение Хонда VFR 800F. Кодовое название меняется на RC79. Модель получила полностью новый внешний вид, новые тормоза с АБС, новые подвески и ряд электронных опций, таких как трекшн-контроль, контролирующая скорость колес и при пробуксовке, корректирующая систему впрыска топлива, снижая мощность двигателя, подогрев ручек и автоматически выключаемые поворотники. Субтитры создавал DimaTorzok В этом же 2014-м последнее крупное обновление пережила модель Хонда VFR 800X CrossRunner, которая получает новый внешний вид, мощность повышается до 106 л.с. и 75 ньютон-метров крутящего момента, появляются алюминиевый маятник и подрамник, светодиодная оптика, новые подвески с увеличенным ходом, увеличенный дорожный просвет. Обновляется электроника. В 2017-м году модель получает только регулировку ветрового стекла и новый глушитель. В 2019-м году VFR 800X пакинул конвейер. В 2017-м году модель получил новую выхлопную систему, которая повысила максимальную мощность до 107 л.с. и 77 ньютон-метров крутящего момента. Появляется пятиступенчатая регулировка ветрового стекла. В базовой комплектации уже идет розетка на 12 вольт в бардачке. В таком виде Хонда VFR 800F завершила свой путь на конвейере в 2019-м году. Продолжение следует... Продолжение следует...